Лолита Милявская Если ты закончил курсы экстремальных вождений, всего сходов все равно не помешает сначала протереть фары. Потом, прежде чем сесть с ней в машину, надо сделать вот так. Короче, вы понимаете, да, я просто оттягиваю момент посадки в эту машину. Лолит, ну расскажи все-таки, как началась твоя автомобильная жизнь? Просто ничего смешнее в моей жизни не было. Расскажи. Моя, значит, приятница, которая была умнее меня, она и старше, она мне говорит, слушай, мне кажется, надо тебя начать водить. И мне было 35 лет. На ее джипе, на механике, поехали мы к университету. Она мне говорит, ну давай. И показала там сцепление. За час я сожгла ей сцепление. Заплатила за восстановление, потому что я приличный человек. Прошла, считаю, экстремальный курс вождения, потому что она уже с сожженном сцеплении довезла до дома. Потому что потом, когда я купила машину автомат, после всей этой лабуды, где вот там выжимаешь, тут переключаешь, тут рыбу заворачиваешь, автомат мне показался просто праздником. Я купила Кио. Самое простое, главное, что у нее были такие вот рогожкообитые сидения, никаких люксов. И был февраль. И мы с моей подругой вышли. Мне как продали, я выехала на лете. А дальше я прошла следующий курс экстремального вождения. Когда я вывернула из-под троллейбусов, моя подружка, которая реально водит круто, она прямо такой мужской стиль вождения, она говорит, водить будешь. Мне бы хотелось еще у тебя узнать. У тебя было несколько машин. И Мерседес, и СЛК 320. Красный остался? Да. И Мазерати Спайтер. Это все подарки мужей бывших. Николь не продал, а это большой геморрой. Америкозы вообще не приспособлены на наших дорогах. Но вот если мы говорим про Мерседес и СЛК, я знаю, что он кабриолет. Ты можешь рассказать все-таки, почему именно был такой выбор? Это был подарок. Он клевый. И это, конечно, мечта любой женщины. Но потом ты понимаешь, что есть ты можешь только летом. Куда-то она. Дальше это санки, а не машина, велосипед. Потому что когда в сентябре я ее отгоняла куда-то, там в гараж, так случилось, что подморозила. И она реально просто ее носит. Ну, это машина-убийца. Только на сухой трассе, когда солнышко светит. Но не больше. У тебя в гараже огромное количество автомобилей. Даже есть российский автопром. Есть Нива даже. Нива, она пригодна для загородной жизни. У нее большой багажник. Она клевая. Я не брала никаких люксов. Еще можно люксы добавить. Типа кондиционер, там, автоподъемник. Я приехала на этой Ниве, Chevrolet, на песню года вместе с мужем. Он за рулем пошел с механиком. Я встала на этой фигне. Круто. А цвет? Блин, серебро. Мы, знаешь, мы были круче всех. Вот тут пресса, вот я угадала, вот тут пресса поживилась. Я знаю, что ты рисковая девушка. И участвовала даже в каких-то ралли автомобильных. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. И что-то, может быть, даже что-то выиграла. Да. Расскажи. На самом деле я очень быстро ездила, правда. Было женский заезд. Ралли. Я красной Мерседесе, на СЛК была на красном. И каждый был на своей машине. А где это было? Воробьевы горы. Знаешь, в чем проблема? Я пришла второй по одной простой причине. Мне никто не сказал, что трассу перекрыли, а на светофор смотреть не надо. И я тебе клянусь, это смешно. Это как просто из серии «Одесский юмор». Я встала. И со мной еще встали кто-то вот. Значит, по-моему, Ольга Орлова в Забиге точно была. И мы с Ольгой две идиотки. Мы и пришли, вторая и третья. Встали, светофор был красный. Мы реально потеряли время на светофоре. Так бы впереди планеты всей. Расскажи, пожалуйста, а что это за история со снесенными воротами? Это мое расставание очередное, значит, там, с одним из мужей. Я ему снесла ворота. Специально? Да. На чем? Расскажи. Ой, у нас были такие страсти. На крузаке на чем же еще можно снести? Он до сих пор не вспоминает. Мы дружим, обожаем друг друга. Я уже обожаю его новую супругу. А тогда у него промежуточная история. И мы расстались. А, конечно, так ты недолго переживал. И вот на тебе, там еще такая девушка была, которая брала трубки тут же и говорит, да, ну сейчас. А мне это, как я услышала эту девушку, я ехала куда-то на съемку с костюмером. Тут же развернул две сплошные прямиком, костюмер вжалась. Я снесла ему ворота. Ну, он меня очень любил и тогда любил. И сейчас продолжает как час, как человека. А тогда любил по-настоящему. И девушка эта была ни при чем, и нафиг не нужна. Ну, как бы это все было такое, назло этой эмоцией. Ну, ты же назло, девушка, а ты ворота без. Да, секс, страсть. Он до сих пор всем рассказывает с умилением, как я снесла ему ворота. Лолит, мы подъехали к твоему автомобилю. И я обратила внимание, что у тебя на заднем бампере именные номера Лолита. Пойдем его посмотрим. Land Cruiser 100. Пошли? Пойдем. Он 2006 года? Это да. Одна есть фигня. Вот я бы сейчас, если бы сегодня было, да, я бы покупала бы дизель. Экономично. Потому что мне две поездки на дачу, это заправлять банком. Да. Все. Вот это единственный минус. Я, поскольку у меня там в Болгарии есть квартира, я в Болгарии купила все равно Крузак. Все равно Крузак, но купила Prado. Но я все равно с ним не расстаюсь, потому что этот багажник, он перевез такое количество всего. А что у тебя в багажнике, да, посмотрим? Да, посмотрим. Вау! Ну, у тебя прям практически филиал тут выездной. Это гардероб? Нет, смотри. Здесь я перевожу. Это вещь, которую я отобрала при переезде, чтобы раздать просто людям. Раздать? Да, на раздачу. Это, в этом я перевожу всякие разные сейчас переезды с одной квартиры на другую. Это меня спасает в любые случаи. Ты, может, там, купила мясо по дороге, в холодильник поставила. Про это расскажи мне отдельно, номер именной. Ну, это правда, это для ГАИ специально сделано, чтобы они знали, вот эта машина, она как бы... Ну, ее уже, правда, все знают по городу, сейчас уже даже нет смысла. Ну, еще раз говорю, когда какая-то машина попадает в угон, а тебе, вот тебя тормозят, тебе нужно, да, ехать. И нет времени смотреть это, это пробивать по компьютеру. Я вперед проезжаю, они видят, потом я выхожу, они говорят, все, машина чистая, езжайте. А ты обычно ездишь на переднем сиденье? Да, на переднем. Или на заднем? Почему? Нет, на переднем. Я, блин, как охранник. А на заднем сиденье что ты обычно возишь? На заднем, ну, когда дочка приезжает. Значит, медведь, подаренный лет восемь назад, я на нем сплю. Пледик из дома. Но в салоне ты поставил только DVD, то есть оставила кожаный салон. Он, в принципе, так как продавалось. Черно-серый, как и был, да, и просто поставил только DVD. Вот эта вот белая кожа, красная кожа. Не твоя тема. Блин, все марка, это не мое. Значит, комфорт и безопасность. Безопасность у меня первична и подвеска. Подвеска, потому что америкозы курят. Ну, у Крузака очень мягкая подвеска относительно других недорожников. Она клевая. Но, мало того, ты ничего не чувствуешь, что ты на бордюр заехал, ты по полю поехал, ты по бездорожью поехал. Ну, вот это реальный домик. И мой муж теперь, когда ездит на Крузаке, он сказал, что я понял. И спасибо тебе за это, он мне сказал, за наводку. И сказал, что никаких вот этих вот маленьких машинок больше в нашей семье не будет. Лолита Милявская была в гостях у нас сегодня, 8 апреля. Увидимся в Кроку Сити Холл. Пока. Подожди, нет, подожди. Нет, еще нет. Подожди. Смотри, давай сделаем так. Давай швук попярить. Сейчас, знаешь, что сделаем? Нет, я не буду. Я не могу. Просто когда у человека фамилия Каренина... Разрушим миф. Ты должна перейти через пути, чтобы было счастье. Давай, переходи. Нет, я не могу через себя перейти. Перейди, потому что я железная дорога. Давай. Переходи. Я хочу, чтобы Каренина всегда была жива. Переходи. Ес! Мы за безопасность движения, поэтому у нас и Каренины живы. Спасибо тебе большое.